Рекламный рынок Возможности добиться внимания потребителей брендов, крупных компаний, их товаров, услуг. Я думаю, сейчас Марат расскажет нам что-то интересное о компании, которую он представляет. Тем более, мы знаем, что компания с большим именем известная. Наверняка он знает какие-то интересные истории, как она выходила на российский рынок. Марат, расскажете? Конечно, спасибо, Николай. Здравствуйте еще раз. Компания Dell образовалась всего лишь в 80-х годах прошлого века. И главная особенность была в том, что компания организовала прямую доставку своих компьютеров до потребителей, минуя магазины. Это был такой некий прорыв. За счет этого компания получила известность на американском рынке, потом на европейском и во всем мире. Совсем недавно случилась важнейшая, одна из важнейших вех в истории компании. А именно, компания ушла с биржи. Не пришла, а ушла. Произошел выкуп акции и компания стала частной. Как сказал Майкл Dell, welcome to the world's startup company. Что такое Dell сегодня на российском рынке? Компания не только на России, но и во всем мире больше фокусируется на B2B IT рынок. Да, у нас есть и B2C направление рынка, это компьютеры. И вот с начала следующего года мы выйдем на российский рынок планшетных компьютеров с недорогими моделями. То есть, да, у нас есть продукция для обычного человека, обычного покупателя. Но в то же время основной фокус компании это B2B. Это сервера, сторжи. То есть, это то, что обычные люди не видят в магазине, им это не надо. Но это то, без чего все вот это многообразие интернета, многообразие ноутбуков, компьютеров, вот этого информации. Ничего не работает без IT. Без таких вот серверов и сторожей. То, что делает Dell. И это, да, мы делаем на этом упор. И это очень важно для наших коммуникаций. Естественно, и в коммуникациях мы должны понимать, кто наш клиент, кто наш потребитель. B2B это B2C. Как работать, где работать, с какой информацией работать. Это все очень важно. И вот я надеюсь, сегодня мы сможем об этом поговорить. Очень интересно, Марат. Судя по всему, компания способна и на практике демонстрирует такой нестандартный подход в развитии своего бизнеса, в том числе и к коммуникациям. Ушли с биржи. Это, наверное, не часто происходит. Все хотят войти на биржу, а вы вдруг ушли. Скажите, а с точки зрения прорыва к потребителю, будь то B2B-потребитель, либо массовый потребитель, как вам кажется, вот сейчас на российском рынке, что есть? Как можно преодолеть этот рекламный шум, который в вашем сегменте тоже очень велик, мы знаем это, и там работают крупные производители мирового масштаба, тем более, если вы хотите выводить, в общем-то, достаточно такие сложные сегменты, планшетники, еще что-то, недорогие, очень заполненные ниши. Как собираетесь коммуницировать с аудиторией? Здесь очень важно понимать, что под словом коммуникации мы понимаем большое многообразие разных действий, разных активностей. Например, та же реклама – это один из видов коммуникации. И работа в социальных сетях – это тоже один из видов коммуникации. Пресс-релизы, вот пресловутые, это тоже один из видов коммуникации. И вот мы понимаем под словом коммуникации все вот это многообразие. Наша задача, может быть, это наше небольшое отличие от других компаний. Мы понимаем, что все вот эти виды коммуникаций, они не должны жить сами по себе. Они должны быть четко в одной струе как бы идти. И если привести аналогию, есть пучок проводов. Каждый проводочек это какая-то коммуникация, реклама, социальные сети, баннеры, онлайн, ивенты, релизы. И вот очень часто можно увидеть, что вот эти коммуникации, пучок проводов, они торчат в разные стороны. Мы же стараемся все эти пучки объединить, чтобы это был такой вот единый кабель. Кабель по доставке нашего продукта, сообщения нашего до того или иного потребителя. Если говорить про DEL, то какая у нас есть особенность, которая стоит перед нами? Важно понимать, что у нас есть B2C и B2B. Те же ноутбуки, те же предстоящие планшетники. Это B2C коммуникации. Здесь мы должны работать на конечного потребителя. Есть B2B, здесь мы должны очень узко таргетировать тех людей, кто работает в IT-сегментах в своем бизнесе. Перед компанией DEL стоит достаточно сложная задача. Мы должны работать в коммуникациях и на B2C рынок, чтобы донести информацию до массового потребителя о наших ноутбуках, планшетах тех же. И в то же время перед нами стоит задача донести нашу информацию до B2B рынка. Что такое B2B для нас? Это IT-люди. И нам не важно, это IT-директор виноводочного завода, IT-директор металлургического завода или какого-то малого предприятия. Мы должны именно донести нашу информацию до IT-людей, потому что именно эти IT-люди формируют задачи на IT-оборудованную для своего бизнеса. И они потом с этими предложениями идут к своему руководству. Руководство просто подписывает. Что мы делаем для этого? Мы считаем, что в коммуникациях самое главное – это не какие-то всплески в виде рекламных кампаний. Это все очень важно, несомненно. Но все вот эти всплески, они должны ложиться на некий фундамент. Фундамент из долгосрочных, выстроенных базовых коммуникаций. То есть под базовыми коммуникациями мы понимаем формирование непрерывного информационного потока до релевантного информационного потока, до релевантных групп пользователей, до релевантных групп людей. И вот на этом фундаменте, когда люди уже знают, что есть DEL, они знают, что периодически DEL что-то делает, они получают эту информацию на постоянной основе. Мало того, релевантную информацию, чтобы у них не формировалось мнение, что это некий спам, DEL уже утомил своими информационными поводами. Нет, мы все время сегментируем наши информационные поводы, чтобы они всегда доходили до нужных людей в нужное время. И это рутина. Это рутина, которая идет день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. И вот когда вот этот базис есть, вот на этом базисе очень правильно уже строить какие-то рекламные активности, какие-то мероприятия, какие-то промо-мероприятия устраивать, специальные проекты делать, тогда это действительно достигается больший эффект от вложения денег вот в эти вот пики. В противном случае часто бывает, что компания выйдет, прогремит в течение месяца, и потом все, люди о ней забыли. Так не должно быть. Люди должны всегда помнить о твоей компании. И тогда вот эти всплески, они только добавят тебе тех людей, с которыми ты сможешь еще дальше работать. Понятно, Марат. Ну, по-моему, все очень логично и стройно. Скажите, но ведь правильно выбранная коммуникация требует еще и правильно выбранного канала, через который это сообщение дойдет до употребителя. Да, если мы будем не через тот прибор вещать на правильно выбранную аудиторию, то он может ее просто не услышать. Как вы выбираете именно каналы коммуникации под свои задачи? Смотрите, здесь тоже надо разделять, для каких наших решений или продуктов мы хотим делать коммуникации. Если мы говорим о массовом потребителе, наши ноутбуки, консюмер-ноутбуки, наши будущие планшеты, с начала Нового года они выйдут на рынок, то здесь надо выбирать, конечно, каналы, ориентированные на массового человека. Какие-нибудь корпоративные группы в социальных сетях, которые работают больше на узнаваемость, на повышение узнаваемости, чтобы слово «дел» как можно чаще человек встречал, это слово «дел» у него потихонечку закрепляется на подсознательном уровне в голове. Это специализированная пресса, это деловая пресса, это глянцевая пресса, естественно. Но единственный момент, мы тут понимаем, что мы работаем со всеми каналами, но где-то мы чуть-чуть больше уделяем внимания, коммуникационного внимания, не рекламного. Что это значит? Например, мы говорим специализированная пресса. С точки зрения консюмер-продуктов, B2C рынок, это очень важно. Почему? Я приведу такой пример. Вы все общаетесь со своими друзьями, вы живете в этом мире со своими радостями, горечами, печалями и достижениями. Наверняка вы с друзьями очень часто обсуждаете, и всплывал такая распространенная сейчас уже мем, что-то iPhone 5 уже не тот. Или там встречали такой мем, что вроде корейские автомобили стали чуть-чуть уже получше. Какое-то общее мнение. Какое-то общее мнение, фон, шум среди друзей. Откуда этот шум формируется? Он формируется как раз-таки от специализированных изданий, от людей, которые специализируются на этой тематике. То есть, если мы берем автомобильный рынок, автомобильные специализированные издания, люди, увлекающиеся автомобилем, они вот говорят, говорят, и за дня в день они говорят, что что-то там корейцы стали получше. Такие драйверы мнений. Драйверы мнений, да. Когда бизнес-прессу мы берем, когда ему дают задание, бизнес-журналисту написать об автомобильном рынке, он начинает искать что-то, с чего можно отталкиваться. И он в итоге выходит на этих драйверов мнения для автомобильного рынка. Ну да. И перетягивает в бизнес-прессу вот это мнение. Глянцевые журналы аналогично, социальные сети аналогично. То есть, вот эти драйверы мнений, специализирующиеся на той теме, которая тебе нужна, они очень важны для компании. То есть, все-таки мнение большинства формируется не большинством, а некой группой людей активных. Это утопия. Утопия считать, что у каждого человека есть свое мнение. Большинство людей имеют мнение, которое формируется очень малым количеством людей. И надо вычленить вот это малое количество людей, кто они, где они, и работать с ними. На постоянной основе. Это очень важно. Изо дня в день, изо месяца в месяц. Марат, спасибо. Все очень устроено и убедительно. Дорогие друзья, теперь сделаем небольшой перерыв на рекламу и вернемся. Дорогие друзья, продолжаем передачу «Рекламный рынок». С вами ведущий Николай Ковалев и... Елена Патерикас. И сегодня у нас в гостях Марат Ракаев, руководитель отдела коммуникаций компании Dell Russia. Я хотела узнать, насколько вы активно используете социальные сети, потому что сейчас фактически ни одна компания не обходится без этого. И как вы развиваете в этом направлении? Да, действительно, социальные сети сейчас – это тренд, если можно так сказать. Все стараются туда идти, не все знают зачем. Компания Dell, естественно, тоже там работает. Опять-таки, мы очень разделяем B2C и B2B. Для B2C мы используем наиболее известные социальные сети. И там мы работаем, так сказать, на повышение узнаваемости, чтобы слово Dell встречалось как можно чаще и запоминалось обычными людьми. B2B – это гораздо более сложная история. Почему? Потому что в B2B главным образом мы работаем на основе контента. А контент в B2B, еще и в IT – это очень сложно. Очень часто в России пять человек разбираются в одной теме профессиональной. И вот наша задача – вот этого человека достать, чтобы он нашел время, чтобы он поделился информацией, оформить эту информацию, донести эту информацию. В данной ситуации нам повезло, российскому рынку повезло. У нас есть специальная социальная сеть для IT-людей, где подавляющее большинство этих людей общаются между собой. Это очень хорошо. И мы там, естественно, работаем, как и наши конкуренты. Марат, а в чем отличие специальной социальной сети от тех, которым пользуются обычные люди? В обычных социальных сетях, в традиционных, там в основном флут идет. Люди говорят «я поел, я попил, я побежал». То есть какие-то картинки, розыгрыши, призы. Там именно все на повышение узнаваемости. В социальной сети, ориентированных на IT-людей, там только контент. То есть там серьезные темы разбираются с серьезными людьми, с серьезным подходом. И там не пройдет просто такой вот флут. Поэтому очень важно этим контентом правильно сформулировать этот контент для правильных людей. Например, возьмем IT в здравоохранение. Есть один вариант, когда ты подходишь к компании X, предлагает очень классное оборудование для здравоохранения. Это не очень интересно вот этим самым IT-людям. Гораздо интереснее, когда ты подходишь к формированию контента, что «друзья, вы работаете в IT, в здравоохранение. У вас ваша работа состоит вот из такой части, из такой части, из такой части. Давайте вместе подумаем, как здесь можно упростить работу, как здесь вы можете потратить меньше времени на работу, как здесь вы можете меньше тратить времени на безопасность, на обеспечение безопасности вашего оборудования. И когда ты подходишь к формированию контента с точки зрения того, что человеку нужно по работе, ему нужно, ты не вещаешь ему, а ты вместе с ним говоришь о том, что интересно ему, тогда у него совершенно другое отношение к твоему контенту. И уже вот на фоне выстроенного вот этого контента, вот этого базиса, как я говорил ранее, ты уже можешь что-то периодически, таким маленьким всплеском и попытаться предложить, типа, ребят, а вот мы вот как рассказывали, как вы можете что-то улучшить, уменьшить, упростить. Вот у нас тут есть немножечко для этого. Марат, вы затронули просто, на мой взгляд, очень животрепещущую тему. Это интересность или неинтересность контента. Я как пользователь просто тону в море неинтересного и ненужного для меня контента в социальных сетях. Я не могу влиять на его формирование, и поэтому очень зависим от того, кто и что там выкладывает. Но при этом у меня мало времени, чтобы читать ненужные мне вещи. Вы сказали очень интересные вещи. То есть вы хотите подавать контент нужным людям, интересному, конкретно слою потребителей вашей информации. в виде полезных советов, в виде каких-то подсказок. То есть это не простая лобовая реклама в виде сообщения каких-то новостей о новинках и прочее. Это попытка помочь людям. Можно сказать такими словами, но опять-таки очень важный момент. Вот этот контент, он не может быть разовый. Это постоянная длительная работа. Только когда люди привыкают к тому, что да, здесь можно что-то почитать, у вас же наверняка у самого есть в закладках несколько ресурсов, несколько ссылок, куда вы с утра заходите с ощущением, здесь я могу что-то почитать. Это более-менее проверенные ресурсы. Более-менее проверенные. Вот мы хотим делать и должны делать такой же более проверенный источник информации для этих людей. Это трудоемко. Это же нужно делать каждый день, и нужно соблюдать принцип актуальности. Ну вообще жизнь такая штука. Если ты не вертишься, то ты на обочине. Согласен. То есть компания ДЛ взяла курс на актуальность и на полезность. Да. Причем полезность не с точки зрения полезна только нам. Полезна. Нет, полезна для потребителей. Конечно. И очень важный момент. И дать информацию. Именно мы стараемся взглянуть на какой-то вопрос с точки зрения того, для кого мы предлагаем решение вот этого вопроса. Если я вернусь к этому примеру здравоохранения, можно писать, что для больницы очень правильно установить два сервера, там 50 тонких клиентов, 30 ноутбуков. Это плохо работает. Если ты пишешь, что друзья мои, вы работаете в IT в больнице. Давайте рассмотрим ситуацию. Приезжает больной. Что с ним происходит с точки зрения IT? В приемном покое. Приемный доктор вызывает форму страхового полиса, заполняет установленную форму. Это отправляется по каналам оптиково-волоконным в проверку, соответствует его полис действительности или нет. Одновременно уходит информация в то отделение, куда его повезут. Заведующий отделением видит эту информацию, переправляет в приемный покой, в приемной сестре, старшей сестре. Старшая сестра тут же отправляет запрос в аптеку, чтобы взять нужные лекарства. Это все IT. И вы, как сисадмин больницы, должны быть уверены, что это все проходит быстро, четко, данные в день не потеряются. И если вдруг что-то засбоит, то данные не потеряются, а вы эту проблему устраните быстро и, может быть, даже дистанционно. И вот тут мы аккуратненько подводим, что для этой ситуации можно использовать такое оборудование. То есть мы, опять-таки, рассматриваем ситуацию с точки зрения вот этого IT людей в больницы. У них есть свои задачи. Им неинтересно, что кто предлагает. Им интересно, что для него конкретно будет. Вот мне будет проще? Будет. Тогда хорошо. Не будет. Это какие-то плюсы ему расписывают. Это ему неинтересно. Вот мне будет хорошо? Будет. Тогда я читаю дальше. Ну, с B2B-каналами у нас, по-моему, все очень понятно. Тем более, вам повезло. Есть специализированные сети социальные. Это какая-то последняя тенденция. Я думаю, что скоро будет социальная сеть для пекарей, аптекарей. Это здорово обличит работу коммуникационным службам этих компаний. И в этом действительно, наверное, от этого выиграют потребители. Это прекрасно. А что касается B2C-продуктов и выхода все-таки на широкую массовую аудиторию, которая не столь понятно сегментирована, где, в общем-то, больше конкуренция, где используются дорогостоящие массовые каналы коммуникации. Это телевидение, радио, наружная реклама, тот же интернет в виде традиционной ее части. Там баннеры, какие-то ссылки в поисковиках и так далее. Как с этим? Пользуйтесь этими вещами? Конечно. Здесь надо понимать, что тут два очень близких и равнозначных момента. Это реклама в чистом виде. Как вы сказали, баннеры, телевизор, щиты и так далее. И коммуникация. Это у нас называют пиаром. Потому что на B2C-рынке человек, в принципе, совершает покупки эмоционально. Для него эмоцию получить позитивную и сохранить эту позитивную эмоцию, позитивное отношение к бренду. Реклама решает эту ситуацию с одной стороны. Она вдалбливает, вдалбливает это слово, название твоей компании. Вдалбливает, вдалбливает. В то же время коммуникационные другие каналы, пиар в чистом виде, скажем, они дополняют этот рекламный канал на паритетных основах. В том плане, что вернемся к автомобильному рынку. Есть реклама. Тебе говорят, вот автомобиль, вот автомобиль, вот автомобиль. Ты уже запомнил, он есть. И в то же время доходит вот эта рутинная коммуникационная составляющая, которая выходит откуда-то из соцсетей, из журналов, из заметок. Где-то он что-то читал, где-то слышал. И вот она тоже подходит к рекламе, что да-да-да, слышал, действительно, вроде ничего. Вроде они улучшились. И вот у него в голове все хорошо. Реклама ему сказала, есть автомобиль. Информационный шум ему сказал, что вроде все нормально. Все, у него все совпало, все сошлось, он пошел покупать автомобиль. Понятно. То есть вы не отказываете от традиционных методов. Без них тоже, наверное, обойтись сложно. Без них нельзя обойтись. В необъятной стране. Окей, хотя, в общем-то, вложения, наверное, разные. Скажите, а просто интересно узнать в пропорциях, бюджет он не безграничный, даже вот такой мощный, большой, мировой компанией, которую вы представляете. И как же распределяете, куда больше вложений в коммуникации, в чистый пиар или все-таки в традиционные формы прямой такой рекламы, что называется, бренда? Ну, конечно, реклама съедает большую часть денег, но это и не мудрено. Хотя, потому что она просто более дорогостоящая. Она не то, что более дорогостоящая, она просто безумно дорогая, особенно на наших главных телевизионных каналах. Москва вообще дорогой город, и реклама здесь очень дорогая. Но, опять-таки, так рынок устроен. И без рекламы никуда. Это очень важно. Другое дело, что это вот то, что я вот хочу красной нитью сквозь всю нашу программу донести, что реклама сама по себе, она работает, но она работает гораздо-гораздо хуже, если она не накладывается вот на этот базис, вот долговременные, выстроенные, обычные коммуникации, там, пиар-коммуникации. Без этого, вот как вот с автомобилем, человек получил информацию, все, получил, реклама закончилась, и у него уже где-то это так позатухающе уйдет, эта информация. Да, это надо поддерживать. Да. Поддерживать, всегда поддерживать. А так, получается, у тебя реклама, она периодически, никакая компания не может себе позволить каждый день. Соответственно, вот нужен вот этот базис, который каждый день, день за днем формирует вот этот информационный шум. То, что ты слышишь во дворе, в прессе, у друзей, в разговорах в хурилке, вот этот информационный шум, он очень важен. А реклама, она вот вторая важная составляющая. Как только они стыкуются вместе, человек говорит, все, я хочу, я иду. Ну да, происходит искра. И покупка, наверное, так сказать, чего бы то ни было, для чего бы то ни было. Отлично. Мы, наверное, спросим Лену по поводу эмоционального восприятия. Вы сказали, что покупка осуществляется, в общем-то, на эмоциях зачастую, да, поддерживаемых неким таким знанием, что это полезная вещь. В B2C, да. Лен, как вам кажется, эмоции при покупке? Конечно, эмоции, они все определяют. Через социальные сети? Ну, не обязательно через социальные сети. Ну, я думаю, особенно женщины, они вообще очень падки, да, на эмоции. Поэтому все покупки, все решения в основном принимаются именно на этом уровне. Даже в B2B пространстве? Нет, в B2B меньше степени. Они в гораздо меньшей степени, но там тоже нужны эмоции. Например, если ты смог донести до своей аудитории, на которой ты работаешь, что вот у этих ребят, у них позитивное отношение к тому, что они вот купили, они установили наше оборудование, и у них хорошо. Если ты смог донести, что вот у кого-то есть уже позитивная эмоция, конечно, это скажется. Не так уж прямо стопроцентно, но какая-то маленькая капелька это упадет. Я видел прекрасный ролик, насыщенный, сочный, очень профессионально снятый компанией Dell с каким-то продуктом, по-моему, даже там просто рекламировался бренд Dell, на одном крупном конгрессе, который происходил в бизнес-центре, в центре Москвы на Краснопридской набережной. И увидев его, во-первых, я его запомнил, сейчас я вам об этом говорю. Во-вторых, было очень необычно, что компания нашла подход к этим людям. Это был, конечно, явный выход на B2B аудиторию. Там было несколько тысяч человек, представители медицинских учреждений, почему я об этом вспомнил. И там крутился ваш ролик на большом экране, на видеостене. Видимо, это часть вашей стратегии, да, так сказать, воздействовать на B2B-сегмент разными методами. Конечно. Все-таки, даже все-таки ролик это как бы больше из B2C, да, с телевидения, откуда-то. Но он почему-то переехал вот в этот бизнес-центр. Тут очень важный момент. Люди из B2B, это же не люди из другой планеты. Они точно так же смотрят телевизор, слушают слухи, читают прессу, чатятся. Глупо по первому каналу показывать ролик для аудитории в 10 тысяч человек на всю страну. Значит, надо найти каналы, где показать ролик. Например, на специальном мероприятии для этих людей. То есть, конечно, это все нужно. Все надо использовать. Но важно понимать, где это использовать. Где и когда и для кого. Где и когда и для кого. На этой ноте мы заканчиваем передачу «Рекламный рынок». У нас в гостях был Марат Ракаев. Передачу вели Николай Ковалев и Елена Теликас. Спасибо вам, Марат. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова